всем здравствуйте с вами на связи елени я рада приветствовать вас на своем канале хочу поблагодарить всех кто участвовал голосование который я проводила в разделе сообщества по поводу того как бы вы хотели меня видеть да то есть меня руки вот либо какой-то свой вариант свой вариант у нас было только восемь процентов я так понимаю это тот вариант когда мы хотим видеть и руки и лицо этот вариант сразу я отбрасываю в сторону я уже объясняла да я записала болталку на этот счет я объясняла что я не хочу заморачиваться на этот счет и я не хочу вкладывать деньги в это дело то есть есть у меня другие приоритеты и другие нужды куда я вот действительно могла бы вложить поэтому вот эти вот восемь процентов отсекаются у нас было 16 процентов те из вас кто сказал что хотим видеть карты и руки и я понимаю что к этим 16 процентов относится альфа люди которые любят смотреть просто картинки до 2 им нравится и b то есть второй вариант это те которые хотят обучаться по этому поводу я тоже болталки рассказывал и говорил что не нужно обучаться через меня потому что я не читаю карты дословно и учить кого-то до ошибочно мне бы тоже не хотелось вот это с одной стороны с другой стороны если вы хотите обучаться добро пожаловать на платной да то есть вот халява и не надо причем это неправильно даже будет вы неправильно будете обучаться это вот касательно рук и еще что я хотела сказать если вы знаете и умеете как правильно мне поставить подсказать как правильно мне поставить камеру таким образом чтобы она стояла вот так вот вперед вот и прям карты чтобы ровно были не сбоку нет не сверху никак вот именно поставить таким образом чтобы карты были видны перед собой напишите пожалуйста в комментариях я буду благодарна но при условии что если это ваш опыт вы действительно знаете то есть не пишите мне пожалуйста о том что вот посмотрите на том канале на пятом десятом я этого делать не буду вот поэтому вы свою энергию сольвете и вам это не нужно ну и мне тоже то есть если знаете расскажите если нет вот все остальное это лишнее будет я не буду на это обращать внимание просто заранее хочу сказать вот и 76 по моему либо 74 76 процентов из вас сказали о том что хотят оставить так как есть да то есть видеть не хватает моей энергетики мне на самом деле тоже так комфортно почему потому что когда я пишу я вижу себя и в камере и вместо себя когда у меня есть ваши глаза то есть я представляю что это вы я представляю что у нас с вами диалог нет уже комфорт не так вот но опять таки да свою точку зрения я высказала что касается рук если я найду как это делать правильный ракурс то ну два-три раза в месяц не чаще я буду записывать расклады где буду только руки но еще расскажу сразу коллегам тарологом не надо учиться с моих раскладов почему в болталке я объясняла потому что я не читаю по ключевым словам понимаете вот в чем вечно фишка а вы все никак не можете меня услышать ладно не суть сегодня мы будем с вами рассматривать расклад который предложил уже давно галина романчева если я не ошибаюсь фамилию если ошибаюсь сразу извиняюсь расклад называется как вы уже видели как повзрослеть что для этого надо проработать в себе много тоже в предыдущих постах тоже в разделе сообщества голосовали за этот раз кто-то говорит да я хочу кто-то говорил нет ну а все же обещала да я свое слово сдерживаю сделаем этот расклад посмотрим значит как обычно три позиции голубенький красненький зелененький камешек первая вторая третья позиция выбирайте и мы с вами смотреть будем на колоде небо и земля и на колоде монолису которую я опять-таки буду использовать как оракульную не как тару а как оракульную но вот это я сразу говорю и на будущее то есть если кто-то будет смотреть почему аркан такой информация от него другая на будущее и я так поняла что карты которые важны можно вам показывать то есть вот такой пример да когда я в каких-то раскладах несколько карт вам показывала вам нравилось это тоже значит я для себя оставлю и буду показывать вам ну те акте карты которые посчитаю нужно чтобы может быть для вас тоже какая-то информация дополнительно пойдет и так я надеюсь вы определились позициями время вам дала отодвигаем эти первые позиции голубенький камешек и мы приступаем первый вопрос что значит для вас взрослость до коль мы хотим разобраться как нам повзрослеть надо прийти к общему знаменателю и к объяснению да к пониманию что такое для вас взрослость либо взрослый человек единички что для вас значит вот для единичек сразу взрослый человек это тот человек который умеет видеть шансы во первых это тот человек у которого есть деньги это тот человек который может ими управлять то человек который может взаимодействия с финансовым потоком человек который видит возможности тот который замечает шансы и при этом это тот человек который я вы скажу знаете мудрый то есть которого есть связь либо с своим высшим я либо с небесами давайте так в общем скажу то чтобы было понятно потому что у каждого это свое название это тот человек который умеет смотреть на вещи всесторонним который умеет решать знаете вот какие-то задачи достаточно неординарным путем то есть не так как все человек который может посмотреть на ситуацию с разных сторон сделать какие-то свои выводы но в любом случае здесь человек а плотно стоит твердо стоит на ногах да то есть у него есть опора и как следствие у него есть финансы и б этот человек который духовно развит то есть можем сказать что духовная составляющая материальная составляющего этого человека присутствует в одинаковой степени то здесь есть какой-то вот некий баланс вот для вас это вот такой человек ваше отношение вообще к понятию взрослость вот карта повторяет прям то что сказала ваши отношения отношения у вас взрослению достаточно такое позитивное с одной стороны да потому что это придает вам какую-то внутреннюю уверенность внутренние стержень мудрость понимания человек который разбирается в жизни в вещах в ситуациях у человека у которого есть опыт но с другой стороны минус это то что есть вот какие-то знаете ответственность да и вот какие-то рамки то есть вот взрослый с каким-то образом ограничивает наверняка здесь речь идет о том что есть у взрослого человека очень много обязанности очень много ответственности и у него то есть он находится в каких-то рамках у него нету свободы то есть это тот человек который не позволяет себе я не знаю отдохнуть если допустим надо сделать какие-то дела то есть здесь вот прям ответственность идет какая-то очень сильная причем не только ответственность за других людей но и финансовые да за финансовое благополучие здесь для вас возможно деньги либо стабильность очень-очень важны но выпадает все мужские арканы если так можно сказать да с активными такие активные энергиями да то есть с одной стороны у меня выпадает императора с другой стороны у меня выпадает отшельник здесь у меня выпадает мудрость а здесь у меня выпадает границы рамки ответственность иногда здесь такое чувство что вам приходится как будто вот взрослость вынуждает вас быть тем человеком кем вы не являетесь то есть вы по натуре может быть достаточно мягкий такой человек спокойный давайте так скажем а когда человек взрослый вот вам приходится со всеми договариваться кого-то убеждать как-то отстаивать свои границы очень много разговаривать и быть знаете вот не тем человеком которым вам хотелось бы быть хочется легкости хочется какой-то не детскости нет вам хочется спокойствие такого знаете что пришел сделал какое-то свое дело да то что должен и все и на это моя ответственность заканчивается а тут получается когда приходится в приходится делать те действия которые вам не хочется приходится в расширять свою зону комфорта вам это не нужно почему потому что вы очень сильно переживаете вы сами по себе человек ответственный и поэтому вот это вот само взросление она вам не совсем комфортно она вам близко по натуре но не комфортно поэтому я бы сказала ваше отношение взрослению где-то вот 8 10 на 20 вот эти 20 это те моменты когда вы когда-то что-то не 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 доиграли да где-то дни бы не доброжили какое-то свое детство либо но здесь у меня идут женщины достаточно такие зрелые внутренне психологически такие состоятельные да у которых уже есть точная линия такая тактика по жизни да вы знаете куда вы идете что вы хотите вы вам уже не нужно ничего никому доказывать поэтому вот вас вот это вот и напрягает чрезмерная ответственность то есть я и так все знаю не надо мне говорить что мне нужно делать да то есть у меня вот это вот чувство внутреннее ощущение и понимание до своих должностований и как я как мне необходимо взаимодействовать с другими людьми она у вас присутствует и поэтому и дополнительная какая-то ответственность которых вам приходят именно с возрастом она вас угнетает вот здесь вот какая-то вот тяжесть идет до непринятия то есть я это знаете как это утром просыпаешься не хочется идти на работу и вот начиная там в дверь там кто-то стучится вам и говорит вот ну просыпайся начинает вас будить да то есть уже нужно пойти на работу вас такое ощущение что блин я и так знаю что мне нужно пойти на работу да либо я и так знаю свою обязанность то есть не надо мне напоминать вот это вот напоминание она как-то вот у меня идет энергетически что вас раздражает единички выходите своего состояния потому что здесь такая усталость уже я и в прошлый раз говорила по стихиям до расклад но вот здесь вот продолжается вот это вот усталость я ее чувствую а такое ощущение что он не то чтобы вы хотите чтобы вас уединиться как-то но по крайней мере вы хотите чтобы вас дергали какие-то вот бессмысленные знаете вот такое ощущение как бывает многотетная мама да вот она только села отдохнуть и вот начинается то один ребенок придет и вот это то другой ребенок придет то там муж придет то там еще кто-то и силу дергаю дергают этого человека но не как нормально спокойно расслабиться не может чтобы вот сесть и отдохнуть да как-то вот набраться сил ресурсов здесь вот какой-то вот такое вот ощущение идет поэтому со взрослостью если честно говоря мне кажется у вас все хорошо у вас все в порядке у вас нет каких-то вот проблем что где-то вы дайте я посмотрю да если какие-то сферы либо какие-то моменты когда вы ведете себя не по-взрослому да как-то вот налегке по-детски мне хочется просто такой вопрос и нет вот знаете мне даже кажется не то что вы где-то ведете себя налегке а наоборот где-то в каких-то моментов уж чересчур вот вот это вот гипер всего да то есть чрезмерное ощущение ответственности гипер какая-то не то чтобы детская набор взрослась чрезмерная взрослость вот обычно про детей говоря да когда ребенок маленький вот и а ведет себя как взрослый да обычно такие ролики в инстаграмме до либо на ютюбе может быть все токи показывают когда маленькие дети ведутся не соответственно себе своему возрасту так вот как взрослые и разговаривают как взрослые вот вы такой ребенок были в детстве и сейчас в том возрасте которым вы находитесь у вас вот прям чрезмерно и вот это вот взрослость идет не детскость а наоборот взрослость очень много очень много серьезного вот так скажем вот вам как будто бы не хватает даже этого детского чего-то такого мне чувство как будто вот вам не хватает какой-то легкости что ли даже не легкость а как она называется какой-то вот нормальности понимаете вот как у всех как у всех нормальных людей да я не знаю как-то поделили обязанности в семье да вот и будешь делать это я буду заниматься только своим исключение что вы вы из-за себя работаете за чужого дядю работаете и и все на вас свалилась ответственность да вот вся ответственность за детей за дом за работу вот все что есть все на вас и в каких-то моментах вы уже какой-то вот старичок да либо душа у вас какая-то старая древняя уже много воплощения жили вот от вас идет вот это вот взрослость я не могу сказать что у вас прям где-то детский момент нет а хотелось ли вам да то есть хотите ли вы меня следующий вопрос хотите ли вы повзрослеть но вы уже взрослый человек да хотите ли вы повзрослеть знаете вот если говорить о взрослении до единственное для чего вы хотели бы повзрослеть это для того чтобы иметь некую такую свободу у меня здесь идет отшельник на повторе иметь такую свободу вот посмотрите на эту карту до отшельник иметь свободу в контексте того чтобы заниматься тем чем вы хотите то есть вот при такое ощущение до чтобы выросли бы уже дети до либо там вот выросли бы внуки либо что-то там такое произошло чтобы вот вас оставили в покое чтобы у вас было как-то свое пространство чтобы вы занимались своим каким-то делом поэтому в контексте возрастления я бы сказала времени здесь даже не в контексте возрастления именно время то есть должно пройти какое-то время чтобы вы как-то вот почувствовали себя легче что ли чтобы больше времени уделяли себе здесь вот такое не нравится мне ваше состояние да где-то вот вы даже ностальгируете наоборот даже что в противоположную сторону пошли до что слишком взрослые уже да как-то вот ностальгия идет о прошлом вот а когда-то каких-то упущенных шансов вот у меня здесь вот такое какое-то ощущение идет чувство будто бы вы хотели переиграть как-то либо какую-то часть своей жизни до либо вообще переиграть заново ну то чтобы она вот по-другому как будто пошла вы не жалеете здесь нету жалости но от сожалений да но есть какие-то моменты которые вы хотели бы чтобы было немножко по-другому я не знаю с чем это связано что это может быть но это как-то связано с семьей вот здесь вот семейный какой-то аспект знаете это связано с тем что вы хотели чтобы вашей жизни либо были такие ситуации где вам бы приходила помощь сама по себе либо вы как-то знаете нуждаетесь какой-то помощи и это не обязательно помнить чтобы за вас кто-то что-то сделал а здесь скорее всего знаете какого-то вот психологической какой-то поддержки не хватает понимания чтобы вот вас поддержали словом да либо наоборот в тишине просто пошел человек даже знаете вот вы не про выговориться здесь странная такая ситуация я ее ощущаю знаете как как человек который вроде бы я день не хочет быть да а с другой стороны вот чтобы кто-то был да вот вас лишние шумы они тоже как-то раздражает здесь такое чувство что вы находитесь хотели бы быть в какой-то вот позиции наблюдателя когда вы сидите просто и наблюдаете как люди разговаривают как там что-то в жизни происходит может быть за своими близкими то есть вот как в кадре как в кино до фильм смотрите но при этом напрямую к вам вот это вот какое-то отношение не имеет здесь так мне показывают то есть я вроде бы и в социуме я вроде бы и с людьми и в то же время напрямую я с ними как-то не взаимодействую потому что не хочу что у вас здесь за период что у вас сейчас такой период какой-то вы проходите что вы здесь боретесь чем-то внутри себя здесь как во первых что-то изучаете вы какую-то информацию сейчас получаете знания может быть в недавнем времени не сейчас сейчас вы ничего не делаете но в недавнем времени вы много работали над собой что-то сделали да как-то вот выявляли может быть свои какие-то негативные аспекты может быть какие-то может быть 40 какая-то была и здесь либо работа над собой и она была не совсем приятная вы как будто бы ком развязывали какие-то узлы на внутри себя через осознание понимания либо вы кому-то отдавали какие-то долги как прямом так и в переносном смысле либо здесь было какая-то борьба была понимаете либо сопротивление вот вы чему-то сопротивлялись а потом как будто бы вот махнули на это все рукой и даже не обращаете внимание здесь на то что вот вы насмирились ситуации нет вы как будто бы переключились уже на что-то другое это вот какие-то внутренние процессы у вас идут поэтому есть присутствует вот это вот и сталось очень много энергии вкладывали во что-то но не не как слив энергии а именно в работу в себя как-то вот над собой трудились над какими-то качествами что-то в себе меняли и на это было потрачено очень много сил и вот такое ощущение что вот вам надо сейчас восстановиться либо вы восстанавливает сейчас период вас когда ничего не происходит вы восстанавливаете принципе у меня здесь должен быть последний вопрос как я для себя отметила что нужно сделать для того чтобы повзрослеть и так взрослый человек поэтому я просто спрошу что вам нужно сделать именно сейчас не в контексте того нужно ли вам повзрослеть или нет нет знаете как как вы себя видите вы знаете себя видите как человека который устал всем угождать человек который устал всем нравится и здесь такое чувство что ха боже какие-то у вас потери были какие-то трудности вот ей в прошлом рассказе сейчас вот я вас как-то не нахожу в пространстве понимаете может быть у вас какие-то перемены идут вы вроде бы есть но энергии ваших нету вот вы как будто бы прозрачны незаметны я не знаю что вы там делали в прошлом как вы себя еще видите ну вот вы себя так и видите как император и в тот раз вышла эта карта императора до человека сидевшая как-то вот так до угрюмой вот вы себя сейчас таким человеком видите вам не грустно вы просто знаете находитесь в том состоянии когда вы сами себе кстати император на повторе да вы сами себе говорите вот я просто есть да то есть вы совершаете какие-то действия и все нету здесь планов нету вот это вот энергии чего-то достигать нету каких-то стремлений желаний нет у вас этого сейчас вы просто есть и вам от этого не хорошо и неплохо то есть ну и даже вы я не могу сказать что вы в себя погрузились либо наоборот как-то вовне неопределенная ситуация вот я не могу бывает знаете вот какие-то вот предметы бесформенные вот вы сейчас я не знаю что у вас за этап происходит это однозначно какая-то вот перемена изменения как следствие причем это не конечный результат а это какой-то вот переходный этап не показывают здесь вот как какой-то что-то такое вот бесформенная белая прозрачная вот как медуза вот она вот такая не то чтобы она скользкая она мягкая ну то есть конкретной формы такой устаканившиеся нету и у вас здесь какой-то переходный этап вы переходите из одного состояния когда вы работали сейчас вас происходит вот какое-то другое состояние то есть кто к чему а к чему вы идете к чему вы идете сейчас ну вот десятка колесо фортуны перемены у вас сейчас идут какие-то перемены во первых вы выходите из какого-то своего сценария знаете сценария прошлых взаимоотношений с людьми не с одним каким-то конкретным человеком а вы сейчас будет очень сильные изменения вас как в личности как в вашем характере вашей энергетики у вас идет перестройка энергетическая ваши вибрации сейчас меняются и поэтому я не могу вас увидеть не могу вас нащупать то есть вы сейчас но нету какой-то вот конкретные формы да сейчас какой-то вот переходный этап как я говорила и у вас будет изменение у вас меняется структура что это значит что вам было понятно знаете когда человек наступает на одни и те же грабли да и в какой-то момент он понимает что нет я больше не хочу и принимает какое-то очень важное решение для себя и начинает вести себя уже окончательно в соответствии с тем решением которое он принял то есть когда человек решается на что-то может долго туда-сюда мотаться колебаться а потом принимает решение все я решился и идет и делает вот вы сейчас идете к этому периоду когда вы внутри себя как будто бы приходит какое-то решение что сейчас я буду другим сейчас вот у вас появится сила на данный момент у вас нету почему потому что очень много процесса понимаете внутри вас происходит с одной стороны идет очищение убирание старых каких-то сценариев над которыми вы работали перестройка какая-то из одной программы в другую причем это не один какой-то сценарий знаете вот бывает а представьте что вы в компьютере открыли там 10 15-20 вкладок и вот они все у вас открыты и работа конечно же компьютера она замедляется почему потому что но очень много энергии на поддержание каждой вкладке берется и да и вот и в одной есть там я не знаю одна программа другой вы текст пишите в 3 вы там соц сетях сидите в 4 там на ютюбе так далее вот у вас все это и сейчас идет вот такая вот перестройка да и поэтому это все занимает очень много энергии поэтому сказать сейчас конкретно что что-то с вами происходит поэтому чувствуется вот эта вот усталость но такое чувство что вы так это должно быть да вот вот это вот было запрограммировано вот этот вот этап вашей жизни вы просто нужно прожить и вы правильно делаете потому что сейчас у вас нету даже и желание что-то планировать что-то делать все так идет как и должно эти но у вас идет изменение изменение вашим вашей характере изменение вашей личности до изменение вашей личности точно знаете вот что-то произойдет после по окончании этого этапа в вашей личной жизни посмотрите на эту карту человек здесь художник он рисует дерево внизу у него есть кубки ну там краска лежит что-то такое очень много кубков что-то произойдет либо вашей структуре у меня знаете вот как бы вам описать ощущение чтобы вам было понятно о чем я говорю это когда ну человек например кодируется да то есть в него прописывают на бессознательное какую-то программу и вот сейчас вы как будто бы много программ вас не одна программа с много программ какие-то циклы очень большие завершались причем ни одного года да то может пятилетки десятилетки как будто бы много-много программ где-то зачищали где-то убирали одновременно загружаете что-то новое и поэтому вот в этом какая-то вот многозадачность многогранность она пройдет в основу личность какую-то новую парадигму в жизни но это будет однозначно что-то позитивное что-то новое что-то огненное такое вам понравится вот то кем вы станете да вам понравится вот это но это не будет долго это не будет долго идти это вот ну еще еще нужно немножко подождать ну максимум месяц максимум месяц чтобы процесса знаете здесь есть как какие-то процессы они находятся сейчас пике им нужно еще время для завершения какие-то уже находятся в завершении но в принципе вот где-то процентов 50 и и выше да то есть у меня показывает то что вот эти программы они уже завершаются работу свою работу то есть по по завершению становления вас как личность вот вы как будто бы в каком-то в какой-то капсуле находитесь до в медицинском центре и вот вас подключили к обеспечению какому-то техническому искусственному да и вот в этот момент как будто вот вас в разные программы закладываются и вот как завершится вот это вот загрузка этих программ еще расскажу какие-то программы где-то 60 70 процентов где-то какие-то 80 то есть уже идут завершение а где-то ну только наполовину загрузились вот эти вот проценты они когда завершаться вы будете другим человеком это будет абсолютно другого не будете тем кем вы себя понимаете знаете ведь будет абсолютно другой человек другие качества вы вы почувствуете вы поймете о чем я говорю где-то через месяц это все завершится вы постепенно постепенно будете после месяца будете ощущать себя свое проявление по-новому вы как будто бы не нужно вы чувствуете что вы новый человек стали а вы будете замечать себе каких-то какие-то качества которые раньше у вас не было какие-то модели поведения которых раньше не было да может быть словарный запас вас изменится какие-то новые слова будете использовать здесь как-то вы даже может быть ваша походка тоже немножко изменится мне идет да что-то такое вот в теле тоже может быть что-то изменится но вы будете замечать прям знаете причем так интересно вот мы с кем-то разговаривать потом вот как-то неожиданная такая вспышка это я сказала то есть это я так и я и так могу вы будете еще даже потом удивляться что я и так вот такой у вас это ладно это была первая позиция говорили про взросление пошли про то что кстати я хочу сделать расклад потом какие перемены идут внутри вас и что грядет потом но вот видимо что-то такое аналогичное уже сейчас и так позиция номер два красненький камешек что значит для вас взрослеть либо взрослый человек что значит для вас для вас взрослый человек это то это это нечто такое чего вы не понимаете не понимаете сейчас я поясню о чем это то есть зачем быть вот таким есть какой-то образно у вас ваше понимание взрослого человека зачем быть вот таким человеком когда можно сделать то же самое но уже будучи тем кем вы есть сейчас то есть у вас есть скорее всего отсутствует понимание зачем бы быть кем-то то есть таким вы есть вас все устраивает до вполне и если вам кто-то скажет чтобы допустим не зрели не не зрелый человек либо не не взрослеете как-то вы не понимаете да то есть а зачем это то есть меня все устраивает вы себя одновременно считаете знаете вот и взрослым человеком и в то же время вот вас присутствует это вот такая детская легкая энергия не детская даже а юности да то есть наоборот вы не хотите не хотите взрослеть в контексте возраста до времени то есть вам непонятно вот это внутреннее созревание какая-то вот ответственность вам это чуждо то есть зачем становиться именно вот таким человеком вас нету понимания что такое взрослый человек потому что вам это не нужно что значит для вас взрослеть либо быть взрослым ну ясно делаю аэрофант что значит для вас взрослый этот человек у которого есть какие-то принципы этот человек которого есть очень много правил это человек у которого есть там семья традиции но в общем знаете честно говоря в вашем понимании взрослый человек это вот мудила который мудный который вот бубнит постоянно что-то и вот вы поэтому не хотите быть взрослым человеком быть похожим потому что вот взрослые люди я поняла взросление для вас это ассоциируется с возрастом то есть ваше понимание взрослый человек это не зрел незрелый человек психи психологически до психически а это взрослый человек это старик биологически да то есть по возрасту это люди которые теряет как-то даже логику вот для вас понимание до взрослеть это старик это старики да это люди у которых начинается какой-то маразм после какого-то периода жизни, то есть это люди, у которых есть какие-то кризисы, болезни, проблемы, ощущения. Я говорю того, что взросление, у вас понимание этого не так, как у всех людей, то есть возросление вы воспринимаете в формате возраста, не в формате состояния души, а именно в формате возраста, и поэтому вы и не хотите. То есть если мы говорим, ну то есть вам нравится быть таким озорным, с улыбкой, открытыми, позитивными, веселыми, вот все противоположности этому вы относите как раз таки к взрослению. Что еще у меня есть, что значит для вас взрослость? Ну не уверены, вы, то есть это те люди, которые слишком эмоциональные, которые переживают, вот ноют, прям, еще раз повторюсь, у них какие-то болезни, и они не уверены, они не знают, что они хотят от жизни. У меня такое ощущение, знаете, показывают, я не знаю, как сейчас, вот в союзное время на лавочках сидели бабушки и старушки, вот они всем косточки примывали, все знали, и это, ну то есть, это ходячий интернет, да, который загуглишь, вот все про всех знает, что и как. Вот здесь такое ощущение, что взросление, это вот эти вот бабушки, вот этот вот интернет на лавочке, вот у меня как-то так оно идет. Хорошо, а ваше отношение к взрослению вообще? Ваше отношение к взрослению? В принципе, в принципе, позитивное, но... Знаете, вам кажется, что вот взросление, это... Здесь какие-то мягкие энергии идут. Вот в ваше отношение, знаете, как-то вот вы переживаете, сопереживаете, как-то сочувствуете, понимаете этих людей, да, где-то, может, идете даже на уступки, вот как-то воспоминания. У меня вот эта бабушка сидит какая-то, и вот что-то говорит, и вот вы сели рядом, взяли ее за руку, причем у нее руки такие пухлые, достаточно теплые, и вот вы взяли ее, либо свою руку положили, и вот она что-то вам рассказывает, а вот вы, ну, как-то о каких-то своих бедах, что ли, о каких-то проблемах, о каком-то прошлом своем что-то она рассказывает, и вот вы сопереживаете, да, я помогу, и что нужно? Вы давайте, я буду приходить к вам, там, изготовлю, где-то там что-то подержу, и она вам не надо, доченька, не надо, внученька, что-то вот такое. Вот, и вот ваше отношение к взрослению, это вот какое-то такое взаимодействие, то есть, знаете, вот вы с уважением относитесь, вы не относитесь, микрофон упал, вы не относитесь негативно, да, ну, просто как-то вот сопереживание, что ли, эмпатия, сочувствие, может быть, даже где-то и жалость с одной стороны, а с другой стороны волнение, знаете, волнение, переживание за здоровье. Я не знаю, почему у вас, ваше отношение, оно как-то вот, все вокруг здоровья. Может быть, вы боитесь, что когда человек взрослеет, не зрелый психологический, а именно когда человек взрослеет биологический, у вас какая-то вот ассоциация со здоровьем есть, ну, что он начинает болеть, как-то что-то здесь такое. Хотите ли вы повзрослеть? Потому что вопрос был, как повзрослеть? Хотите ли вы повзрослеть? Вот знаете, в каких-то моментах, да, вы хотите. Причем, знаете, почему? Я объясню сейчас. В каких-то моментах вы хотите, почему? Потому что вы хотите удовольствия, да, чтобы на вас как-то вот обращали внимание. И иногда вы представляете, что вот будут люди обо мне заботиться, как-то будут обо мне ухаживать. Вот что-то здесь такое идет. Когда-то как-то, я не знаю, может быть, ваша картинка, потому что как будто бы с вами будут считаться, вас будут брать в расчет, как-то вот такое. То есть вам это будет приносить где-то удовольствие. Это, скорее всего, знаете, вот здесь у меня идут молодые люди достаточно. И здесь такое чувство, что либо вы воспитывали семью, где вам приходилось все время ухаживать за старшими, за взрослыми, там, за бабушкой, может быть, кому-то, да, может быть, за соседкой. Вот здесь очень много заботы о старшем поколении. И поэтому у вас есть вот этот вот какой-то прототип того, что когда человек взрослеет, ему уделяют много внимания. А здесь какая-то у вас бессознательная программа есть о том, что мне не хватает внимания. Где-то глубоко внутрь себя на бессознательном, вы видите о том, что вот когда я повзрослею, за мной тоже будут ухаживать, да. Мне тоже будут уделять внимание. То есть где-то в какой-то момент вы даже и хотите, чтобы это было. Потому что, ну, пока иного способа вы не видите, чтобы на вас как-то обратили внимание. Хотите ли вы повзрослеть? Блин, ну что такое? Хотите, я не знаю почему. Но иногда на вас накатывает. Это не постоянное ваше желание. Иногда так накатывает, да. Причем в тем момент, когда вы что-то начинаете фантазировать, о чем-то мечтать. Когда вы стремитесь к чему-то. Может быть потому, что вы, знаете, вот вам кажется, что взрослым людям им всегда как-то вот помогают. И вам помощь необходима на самом деле. И кажется, что тогда мне будут помогать. Ну, вот тяжело как-то по жизни. Тяжело. Хорошо. Что вам нужно сделать для того, чтобы возрослеть? Причем здесь, смотрите, здесь двойственная ситуация. С одной стороны, вы этого не хотите. То, что я сказала вначале. Потому что вам, вы видите какие-то минусы взросления, опять-таки, в контексте старости. А с другой стороны, вы видите в этом какие-то плюсы. Поэтому сказать, что сто процентов вы хотите или нет, нет. Но давайте все-таки посмотрим, что вам нужно сделать не для того, чтобы повзрослеть биологически, да. А что вам нужно сделать, чтобы стать зрелой личностью. Вот так я задам вопрос. Что вам нужно сделать, чтобы стать зрелой личностью. Но вам помощь нужна. В чем именно вам помощь? Какую помощь вы вообще хотите? Но вы хотите помощи, принятия признания в семье, понимаете. У вас нету признания в семье. Либо какого-то одного конкретного человека. Вы чувствуете себя каким-то изгоем, понимаете. Вы хотите почувствовать часть чего-то большего, да, какой-то вот, я не знаю, хочется сказать общины, да. Сейчас период у кого-то, не у всех, внимание. У кого-то, кто разошелся, и вы воспитываете в одиночку ребенка. По-моему, здесь даже мальчик. Если мальчик, то где-то там 12-14 лет. А если у вас все-таки девочка, то она поменьше, там, лет 7-8, 6-7-8, где-то так. И вот здесь вот такое чувство, что вы самостоятельно не справляетесь. И вот вам хочется какой-то опоры, да, какой-то поддержки. Хотя бы, я не знаю, принятия семьи. Поэтому у вас есть такое вот ощущение. Что вам нужно сделать? Знаете, как будто бы здесь надо довериться, смириться. Но вы не можете смириться. Вы не можете принять эту ситуацию. Вот вы все время, у вас идет карта, мне здесь показывают, человека, который чувствует себя в постоянной опасности. Человек, который, даже вы понимаете, вы не за себя чувствуете какую-то опасность. А вы чувствуете за того ребенка, либо за того человека, за которым вы несете ответственность. Рядом с вами есть человек, и есть, вот вижу я все равно ребенка, за которым вы несете ответственность. И вам страшно как-то за этого маленького человечка, не за вас. Вы не эгоистичны. И наоборот, вам нужна какая-то вот помощь, поддержка в этом. Здесь смирение о чем? Смирение, скорее всего, о том, что вы... Вы как будто бы, знаете, приняли какое-то решение для себя быть настоящим человеком. Как-то вы себя проявили в прошлом где-то очень активно, очень ярко. Вы приняли решение, что вот, допустим, я буду сама собой. Я сниму вот эти вот маски. Мне надоело уже притворяться. Мне надоело быть не той, кем я являюсь, либо не тем, кем я являюсь. И вы приняли очень серьезное, очень важное решение. И оно несет в вас последствия. То, что с вами сейчас происходит, это последствия, принятые вами в прошлом решении. И оно сейчас вынуждает вас упасть как-то на самое дно. Вы знали, что так будет. Это не то, что новое для вас. Вы знали. Но так надо было. Вот ваше решение, оно было правильно. То есть, если вы считаете, что вы поступили неправильно, вы поступили правильно, вы поступили верно. Не переживайте за этот счет. Просто сейчас какой-то вот, да, этап. Это у меня сегодня в предыдущей позиции тоже было такое. Сейчас какой-то вот этап проходит. Вам его надо пережить. И поэтому вам не хватает помощи. Не хватает какой-то поддержки. Какие-то, знаете, вот здесь даже не материальные вещи какие-то, а человеческое какое-то вот словом, что ли, чтобы вот вас поверили, да. Чтобы вот вам воодушеврения не хватает. Чтобы вас внушили вот эти вот силы, что вы справитесь. Вы и так знаете, что вы справитесь. Но иногда хочется какого-то подтверждения. Того, что я смогу, у меня получится. Вот я вам говорю, у вас получится. Но все равно вот хочется какой-то вот опоры, я не знаю, сильного плеча, что ли, какого-то. Даже не то, чтобы он что-то сделал, а просто чтобы вот это вот присутствие, не знаю, какой-то мне мужская фигура показывается, да, что как будто бы вот я как за каменной спиной. Но это вот ширма какая-то. Почему? Потому что вы и без него, без этого человека можете справиться. Но вот она какая-то ширма. То есть просто, если я знаю, что есть этот человек в моей жизни, мне этого достаточно. Я буду делать все сама, то, что мне нужно, но, либо сам. Но вот одно понимание, что есть вот этот человек, да, как фидбак какой-то, либо как ширма просто. Мне спокойно на душе. Это период, это ваш урок, да, сейчас вы проходите этот урок. Какой урок? Знаете, вот вы как раз-таки проходите сейчас урок зрелости. Вы проходите урок зрелости некой такой стабильности, да, то есть раньше у вас не было опоры под ногами. А сейчас вы ее сами себе создаете. Это и есть. То есть раньше вы витали где-то в облаках, а сейчас вас резко засемлили. Либо вы сами себя. Нет, все равно вас ведут. Все равно это помощь, да, это ведут. Так должно было быть, по крайней мере, да. То есть так было прописано в вашей программе. То есть то, что с вами происходит, через это вы как будто бы действительно взрослеете. И вам дают понимание, что взросление это не возраст, а взросление это вот эти вот ситуации, которые, по окончанию которых вы становитесь другим человеком. Более таким опорным, да, вы хорошо стоите на ногах, то есть вы не витаете уже в облаках. Двойки здесь вообще, если честно, у вас очень огромные перемены. Вот в том момент, как я помню, последние расклады, как я говорила, даже не последние, а вот сейчас я вам скажу, вот месяца три, наверное, да, вот за последние три, максимум четыре месяца вы очень сильно изменились. Вот из тех людей, которые были какие-то фантазеры, да, мечтатели, вы уже можете увидеть, отследить свои изменения. Вы стали более таким хорошо стоящим человеком на ногах, да, то есть вы уже не фантазеры. Присутствует все равно еще какая-то часть, но вы уже как будто бы осознанно смотрите на реальность, вы уже не убегаете от своей реальности. Вот такая у меня была вторая позиция. И позиция номер три. Что значит троечки для вас? Взрослость. Взрослость. Взрослость задаваясь человек, который умеет делать выбор. Человек, который определяется в своей жизни, да, и знает, куда он идет. Но здесь вопрос не про будущее, а здесь вопрос про то, что уметь определяться, то есть человек, у которого есть какие-то определения четкие, человек, который не сожалеет о них. У которого есть какие-то взрослые взгляды. В чем вы определяетесь в своих эмоциях? Так, в чем вы определяетесь? Ну вот, да. То есть этот человек, здесь выпадает императрица. Взрослость для вас это тот человек, который уверен в себе, который понимает, что он хочет. Здесь не про будущее, а здесь вот именно в моменте. То есть в любой момент, если происходит какая-то ситуация, у вас присутствует уверенность, да. То есть вы выбираете, и то, что вы выберете, это вот будет самым наилучшим вариантом для вас. Не то, что вы об этом пожалеете, да. Но с другой стороны, этот вариант, он должен даваться вам легко. То есть не должно быть, это не должно быть как-то трудно. Почему-то у меня такое ощущение, что вот вам трудно принимать какие-то решения. Либо последствия решения, которые вы принимаете, они несут для вас какую-то тяжесть. Так вот для вас взрослость, это именно про то, когда человек умеет принимать решения в моменте, здесь, сейчас. Причем не простое решение, а именно правильное, верное. Которое не будет нести негативных последствий. Которое не будет себя разочаровать. Которое не будет себя как-то вот причинять какую-то психическую боль душевную. Не будет причинять. То есть здесь человек, который... В каждый момент свой, да, он знает, что он хочет. Какой-то, вот знаете, вот определившийся человек, вот. Вот это для вас взрослость. Сейчас я еще на этой колоде посмотрю. Меня сразу показывает, что вот вам сложно как-то делать выбор. Что значит для вас взрослость? Ой, какой аркан красивый. Сейчас я вам его покажу. Не знаю, насколько вам видно. Вот этот вот аркан смерти. В этой колоде, все поближе придвинусь, здесь сидит мужчина перед зеркалом. А у него здесь на кровати платье. Не знаю, насколько вам видно, если вы можете сделать зум. Сейчас я подвину. И вот он в зеркале видит отражение, да. То есть как будто бы человек, который снимает грим. А он мужчина. То есть мужчина, который одевает женское платье, да. То есть, ну, может быть роль какую-то, потому что здесь грим снимает человек. Так вот, что значит для вас взросление? Это когда вы, знаете, как будто бы перестаёте быть тем человеком, кем вы не являетесь. То есть если вы, например, женщина, то вот у вас характер мужской. И вот вы как будто бы устали быть этой женщиной и хотите быть самим собой. То есть если есть у вас вот эти вот качества лидерские, мужские какие-то, силы, да. Как сила воли, сила духа. Вы устали, вот, знаете, играть для других людей, то, кем вы не являетесь. Ну вот нужно же быть, у меня же тело женское. И вот надо ему соответствовать. И вот здесь вот как будто бы вы устали от этого, да. То есть вы хотите быть тем, кем вы хотите. У вас есть вот эти вот мужские качества. И, ну, они вам, они вас удовлетворяют, они вам нравятся. Если наоборот вы мужчина, то здесь вы, скорее всего, у вас, ну, такой мягкий характер, и вы устали всё время в соответствии тому, что вот вам говорят, то есть веди себя как мужчина. А вы такой, знаете, ну, чувствительный, мягкий человек. И вот вам говорят, что, ну, будь уже мужиком, да. Не будь, допустим, там, подкаблучником и ещё что-то. А вы не понимаете, почему. То есть если меня это удовлетворяет, если мне это нравится, то, блин, что значит быть подкаблучником? Если я просто хочу приносить удовольствие, допустим, своей женщине, и мне нравится то, что она меня просит, а я делаю. Неважно, это там по дому, либо ещё что-то. Вот здесь вот это вот, как будто бы снятие какой-то своей маски. Что значит для возрастления? Для возрастления, это, знаете, вот человек знающий, это человек ведущий, это человек умный, это человек, у которого есть какая-то определённая, знаете, стратегия, позиция, что ли, по жизни, который не мотает туда-сюда, да, которого не бросает из крайности в крайности, а который чётко знает, что он хочет, да, то есть он вот как будто бы никуда не торопится, и, ну вот здесь знание, да, знание жизни, что ли, знание себя, познание себя. Человек, который определился сам собой, который знает, что он хочет. Вот так я хочу, скажу. Да, это человек, который вот победитель. Вот вы женщина, если вы женщина, вот у вас как раз-таки мужские вот эти вот качества. Я победитель. И это мой характер. И наверняка в прошлых воплощениях, либо у вас были воплощения очень много мужских, и сейчас, чтобы был баланс и гармония, вы родились в женском теле, и вам нужно научиться этим качествам, этим свойствам. А замашки всё-таки остались, да, в прошлых воплощениях, вот эти вот мужские. Вам некомфортно. Здесь даже вам удобнее, например, носить брюки, либо форму какую-то, да, спортивную, либо джинсы, нежели юбку, например. Ну, то есть не потому, что это некрасиво, а просто это потому, что вам неудобно. У вас есть какой-то вот мужской склад ума. Так, ваше отношение к взрослению, да? Ваше отношение к взрослению. Так, давайте посмотрим. Ваше отношение, ну, по справедливости, да. То есть, вот мне кажется, 50 на 50. Вы не негативно относитесь и не позитивно. То есть, ну, вы знаете, вот как нужно. Вот у вас правильно, верное отношение. Я даже склоняюсь к тому, что вот ваше отношение к взрослению помогает вам выстраивать коммуникацию, уметь договариваться с людьми. То есть, вот ваше понимание, да, то есть, вот этот человек мудрый, который четко знает, что он хочет, как он хочет, да, он умеет это донести до другого человека, он умеет рассказать про это. И это вот помогает выстраивать правильные отношения. То есть, это помогает выстраивать правильные границы, когда, знаете, вот все, все довольны. То есть, я могу рассказать то, что я хочу. Донести могу до людей. Вот здесь вот коммуникация у меня проходит, да. Потому что здесь, скорее всего, именно вот этот вот аспект у вас страдает. Умение показать людям то, что вы хотите. Вот мне кажется, вам сложно рассказать. Здесь у кого-то, может быть, даже и косноязычие, да, то есть, внутри себя вы, может быть, и понимаете, что вы хотите, но как это сказать? Как уметь, знаете, вот вовремя. Бывают такие моменты, да, что вовремя сказанные слова. Я не знаю, может быть, вовремя дать кому-то отпор, да. Если кто-то, допустим, вам там нахамил, да, вот найти такое выражение, чтобы вот не обидеть человека, но с другой стороны, чтобы он понял, да, вот сказать так, чтобы человеку было понятно, чтобы не надо было много вот объяснять, рассказывать. Вот здесь вот как-то так у меня идет. Но, в принципе, теоретически оно, ну, у вас позитивное, потому что вам это помогает, вам это идет на пользу. Если я на этой колоде посмотрю, какое ваше отношение к возрастлению. Ну, да, вы, вот, вы чувствительный, да, человек, вы убегаете от душевных травм, повторюсь, потому что другая колода, и она, в принципе, и говорит. Но то ли вы не умеете говорить, разговаривать с людьми, то ли люди вас как-то не слышат. Вот какая-то вот проблема есть, да, в недопонимании. Либо это связано с вами, либо это связано с другими людьми. Я не могу понять. Но вот здесь вот именно разговорная, вербальная речь, да, она для вас как-то вот очень-очень важна. И поэтому взрослые люди, в вашем понимании, это те, которые умеют доносить свои мысли и желания до других людей. Хотите ли вы повзрослеть? Хотите ли вы стать таким человеком? Но здесь вам очень трудно. Очень трудно. Почему, знаете, потому что у вас здесь как будто бы очень много сценариев разных. Когда нужно себя правильно повести, и вот это вот слово «правильно» в вашей голове начинает всплывать разные-разные образы разных людей. Допустим, что значит правильно там для вашей мамы, для вашего отца, для вашего там мужа, либо жены, либо каких-то авторитетных людей. И вот вы как будто бы слышите вот эти вот голоса и разные мнения, вот это вот влияние разных людей на вас. Поэтому для вас очень важно. То есть взрослый человек – это тот, который не слышит этих голосов, в которых нет сомнения в голове, в которых нет вот этого диалога, вот этого всей каши, который может определиться. Вот здесь вот много чего в вашей голове происходит. Хотите ли вы повзрослеть? Хотите ли вы повзрослеть? Ну, по крайней мере, вы сеете семена, вы уже сейчас как-то работаете над этим? Вы хотите. Я бы сказала, хотите, и вы даже уже совершаете какие-то действия в этом направлении. Почему? Потому что вы хотите спокойствия. То, что у вас есть в голове, может, со стороны как-то кажется, что я описываю какого-то шизофреника. Но на самом деле вот столько вот всех этих мыслей, что вы часто даже устаете. Устаете от того, что к вам приходят какие-то мысли, либо там, я не знаю, критика людей, либо вот вы как-то в вашей голове присутствует много, может быть, вы читаете много, да, и у вас сразу какие-то вот разные герои в голове появляются, да, когда вот вы что-то хотите. Вот, знаете, это как в мультике, да, есть белый ангелочек и черный, да, там, демон и ангел. И вот один говорит одно, другой говорит другое. Так у вас не двое. У вас как минимум 5-6 в голове, да, то есть здесь и мама, здесь папа, и вот вы все, и в конечном итоге вы теряетесь, вы не знаете, а кого прислушаться, да, кому прислушаться, что, как себя повести. И это вот вызывает у вас дикий стресс, и это вызывает, то есть, а вдруг меня будет, допустим, хочу что-то сделать, а вдруг меня будут критиковать, а что мне скажут, как я в этот момент отвечу на этот комментарий, а нужно ли мне отвечать, а если я отвечу, то есть вот это вот все, это все в вашей голове, а у меня же голова кругом идет. Вы знаете, вот как вулкан, да, и вы начинаете загибать, 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 оп, и это извержение происходит внутри вас, поэтому вы сейчас стараетесь, да, как-то что-то с этим делать, чтобы успокоиться, потому что вам нужно внутреннее какое-то спокойствие, успокоить состояние души. Что вам нужно сделать для того, чтобы вот повзрослеть, да? Так, аркан звезды здесь, я не помню, я вам его показывала, и нет, здесь девушка пришла к гадалке, вот она сидит в этой палатке, не палатке, не знаю, как это называется, вот, и ей, то есть рука и гадает, да, и женщина сидит, ей гадает. Звезды, да, показывают. Что вам нужно сделать? Вот здесь такое чувство, что вы как будто бы на судьбу полагаетесь. Что вам нужно сделать? Вам нужно выстроить из себя, вот прям вот эта вот карта, да, это аркан солнца, но вот поэтому я и не люблю, скорее всего, не то, что не люблю, не хочу эту колоду использовать как таро, а только как оракуль, потому что она очень говорящая как оракуль. Посмотрите, здесь мужчина, вот он лепит, так это, да, девушка, девушку, да, как этот, пигмалион, в который может влюбиться, да, так вот вам, что вам нужно сделать? Вам нужно создать себя, создать тот идеал, который вы хотите, слепить того, тот идеал того человека, да, которым вы хотите стать, вот именно вот этим вот богатым, изобильным человеком, который умеет, понимает. Здесь такое чувство, что вам нужно просто, понимаете, разобраться в себе. Вот мне здесь энергетическое такое ощущение, что с одной стороны, вот вы сейчас находитесь на таком этапе, как раз таки, когда с одной стороны вы уже немножко начинаете понимать себя, да, что вы хотите, а с другой стороны еще вот эти вот остатки того, что вот вы должны кому-то чего-то соответствовать, каким-то прошлым архетипам заложенных в вас, либо вашей семьей, либо каким-то прошлым вашим, да, и вот здесь вот две стороны. Вы уже идете к тому, чтобы больше себя слушать, да, понимать, что вы хотите, то есть к тому, чему вы хотите прийти, да, как к зрелому человеку, но все равно еще где-то отголоски вот этого вот прошлого, старого, оно у вас присутствует. Но вы уже четко можете определяться, вот это вот мое, это мое желание, я хочу, а это уже вот отголоски какого-то отжившего, старого сценария, то, чему я соответствовала ранее где-то, как-то так. Ну да, маг выпадает. Вам нужно просто захотеть, понимаете, вам нужно захотеть. Захотетьте сделать, потому что вы можете, вы способны это сделать. Захотеть принять решение. Это вот посмотрите, как здесь старушка, она готова, у нее в одной руке ножницы, по-моему, вот в этой, да, и... нет, вот в этой нижней, вот, вот здесь у нее, значит, ножницы, и у нее полотно, и она принимает решение, да, как вырезать и начать, ну, кроить. То есть для того, чтобы начать кроить, надо принять решение. Почему? Потому что так-то полотно, оно целое, еще неизвестно, что я из этого вырежу. Причем, смотрите, как интересно, здесь она подготавливается к тому, чтобы что-то шить, что-то разрезать, что-то сделать, да, а здесь уже процесс идет, здесь вроде бы уже идет лепка, да, мы уже что-то делаем. Но здесь есть еще какой-то страх того, что я могу ошибиться, да, то есть мне надо решительности, не хватает. Решение-то я приняла, коль у нее уже есть ножницы, полотно, из чего она будет кроить, а с другой стороны, ну, вот последнее движение, да, то есть решительности, еще не хватает. Поэтому, что вам нужно сделать, ну, быть более, ну, решиться, решиться на то, чтобы стать таким человеком, если для вас это важно и актуально. И вот здесь вот пятерка жезлов на повторе. Вы пытаетесь, смотрите, какие разные колоды и разные отрисовки. Вот пятерка жезлов здесь и пятерка жезлов в колоде Таро, Небо и Земля. Небо и Земля и Монализа. Посмотрите, здесь, значит, сидит Ярофант, если вам не видно, и он что-то там вещает, и люди с факелами пришли к нему, значит, да, две, две разные колоды, как по-разному нарисован, да, может быть, это как-то вам даст ответ, потому что здесь это решение, вот это вот решение для вас. Вот такая у нас была и третья позиция. жду ваших комментариев. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. Пока-пока.